Акционерная компания «Алроса» крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов. Стала партнером всероссийских соревнований по хоккею с шайбой на кубок Владислава Третьяка среди юниоров. Итоги второго дня в сюжете моей коллеги Златы Курбановой. Второй день на ледовой арене спортивного комплекса «Кимберлит» идут напряженные игры за престижную награду. Все команды настроены на победу. По словам тренеров, первый день команды провели пробные матчи. Второй соревновательный день начался с игры команд «Полярные волки» из Якутска и «Кристалла» из города Электросталь. Хорошая тактика волков, быстрая скорость у Электростали. В первом тайме команды шли вплотную. Второй и последующий период для «Кристалла» был не совсем удачен. И со счетом 10-5 победила команда «Полярных волков» из Якутска. Показать свой класс и побороться за кубок. Вторыми на лед вышли москвичи из Марина и спортсмены из Великого Новгорода. Бешеный темп игры, агрессивность на поле. Соперники были настроены серьезно. Несмотря на потери в команде, «Ети» продолжали активную борьбу и забили еще не один гол в ворота соперника. На перерыв команды ушли с ровным счетом. В последнем периоде напряжение нарастало все больше. Никто не хотел уступать. Но все же решающий гол прилетел в ворота новгородцев. И со счетом 4-3 в пользу Москвы закончился матч. Кульминацией дня стал долгожданный для болельщиков мирного матча между мирницкой командой и снежными барсами из жаркого города Сочи. Два удаления у сочинских хоккеистов. В первые минуты наша команда имела преимущество перед соперниками. Несмотря на то, что соперников в команде было меньше, сочинцы все же сумели открыть счет, забив шайбу в ворота хозяев. После чего им удалось повторить это снова. Несмотря на неудачное начало, ребята с бодрым настроем продолжили борьбу. И забили команде соперника первый долгожданный гол. Я еще вам говорю, что очень... 2-0 это... А вот он гол. Вот хороший гол. Видите? Снежным барсом помогла сплоченность. Как бы вратарь команды Алмаз Алроса не старался отбить все шайбы, у него все же не получилось это сделать. И с большим отрывом в очках команда Сочи одержала победу в этой игре. Наши игроки очень хорошие. Ребята умеют играть, кататься. Но наша проблема составляется в том, что немножко несобранности там. Немножко не связаны играем. Можно выиграть тоже, если постараться. Они ничем от нас, я думаю, так не отличаются. Только что, как... Ну, у них большие такие города, как-то там лучше, наверное, больше профессиональности. Спорт есть спорт. На ледовой арене возможно все. К сожалению, в этот день нам не удалось одержать победу. Но ребята Алмаз Алросы не падают духом, а только настраиваются. Они еще успеют показать свой класс. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Тимур Ширыжик, Роман Ларин, Илья Засухин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...